Мы все разные, состояние здоровья у нас у всех разное. Мифы-мифы, у нас их очень много. Что он ест в эти 8 часов? Вообще ничего не понял. Это направление всё-таки к специалисту, совершенно другого характера. Какие вси забежать после работы! Нужно всё-таки прислушиваться к себе, к своей интуиции. Ну это такой стиль, образ жизни. Интересно, весело, не скучно. Коллеги, спасибо вам огромное за ваши ответы. Добрый день! Меня зовут Алиса, я ведущая подкаста «Стопроцентная медицина». Тема – питание. Тема очень актуальная, вокруг которой бытует огромное количество мифов и споров. Мы сегодня с вами затронем данную тему, обсудим то, как питание влияет на общее состояние здоровья, поговорим о диетах и о такой тяжёлой теме, как РПП. В гостях у нас сегодня наши эксперты Давлетова и Лена, руководитель спортивного департамента в сети клуба «Цитрус». И также врач-эндокринолог-диетолог Вебер Виктория. Здравствуйте! Здравствуйте! Коллеги, тема питания очень такая, как я уже сказала, актуальная, очень интересная, обширная. И, наверное, хотелось бы начать вот как раз-таки с основного такого вопроса, да, насколько всё-таки действительно именно с медицинской и спортивной точки зрения эта тема актуальна сейчас? Да, спасибо большое за приглашение на подкаст. Я очень обрадовалась этой теме, потому что количество пациентов, которые обращаются с тем запросом, чтобы как-то отрегулировать своё питание, сделать его более сбалансированным, похудеть и так далее, возрастает с каждым днём, я бы сказала, и с каждым годом однозначно. И, как вы уже правильно сказали, очень много мифов в интернете, в соцсетях, в различных источниках информации, даже в СМИ, в рекламе и так далее. И поэтому нам очень хочется освещать и рассказывать об этой теме большому количеству людей, чтобы люди были осведомлены и не поддавались на уловки различных мифов, не верили им. Поэтому для меня тема очень актуальна. Буду сегодня стараться как можно больше интересного рассказать. Елена, а если с вашей точки зрения? Ну, точно так же. Бывает мнение, что в интернете можно найти всё. И диет, и фитнес-протоколов, и фитнес-тренировок много. То, поскольку мы все разные, состояние здоровья у нас у всех разное, а нам у нас в том числе. Поэтому подбирать лучше со специалистом, проконсультироваться, тогда будет 100% результат. Коллеги, смотрите, а вот если уже непосредственно углубиться в тему питания, и опять-таки мифы, мифы, у нас их очень много, и мнений много. Как же всё-таки правильно подобрать для себя питание? Потому что сейчас, насколько я знаю, существует и интуитивное. И периодами, когда мы питаемся, интервальное голодание или питание, как там тоже правильно. То есть очень много всего. Как всё-таки понять, что мне подойдёт и не навредит здоровью в первую очередь? Да, здесь питание, конечно, подбирается всё индивидуально, в зависимости от запроса человека, от его индивидуальных предпочтений. Потому что кто-то любит одни продукты, кто-то их совсем не любит, не переносит, и у него аллергическая реакция. Поэтому к вопросу готовых диет, готовые диеты, которые в интернете есть, они подходят далеко не всем. По поводу интервального голодания, что это такое, хочется пару слов сказать. Это такой вид питания, когда человек, например, 16 часов голодает, не употребляет пищу, и 8 часов ест. Но здесь, опять же, важный момент, а что он ест в эти 8 часов, да? И спокойно можно питаться, думать, что я питаюсь, нахожусь на интервальном голодании, интервальной диете, но при этом вес спокойно также может продолжать увеличиваться, потому что будет гиперкалорийное питание в эти 8 часов. Мой любимый подход — это интуитивное питание. Когда человек прислушивается к сигналам своего тела, знает, когда он чувствует голод, когда нужно остановиться принимать пищу, когда уже достаточно, чувствует насыщение. Точно знает, как отличить эмоциональный голод от физиологического. И этим мы активно занимаемся всегда на приёмах, с дневником питания работаем, учимся распознавать вот эти сигналы своего тела. Вот за интуитивным питанием, на мой взгляд, будущее. Как вы, Елена, считаете? Ну, я думаю, что новички, когда приходят вообще в фитнес, и когда они ещё не столкнулись с ЗОЖ, и вообще каким-то правильным образом жизни, самый такой основной стандарт вообще в принципе и в диетологии, и с чего проще начать, то питание, которое разнообразно, это средиземноморский план. Потому что он включает в себя большое, богатое количество продуктов, те, которые мы обычно используем каждый день. И обычно клиенту проще начать с него, а потом можно уже переходить на какие-то другие диетпритоколы, потом можно миксовать их каким-то образом, отслеживать, да, вот с учётом состояния голода, аппетит, потому что это очень важно, клиенты это очень путают. Различные девайсы помогают в контроле КБЖУ, потому что важно не только, что мы сделали там минус 300 калорий себе в рационе, а за счёт чего мы сделали. Там за счёт белков, жиров, углеводов, сегодня тренировка, сегодня там день отдыха. Поэтому очень важные моменты, цели клиента, что мы делаем, какой возраст у клиента на данный момент, сезонность, какие продукты сейчас в доступности. Ну, то есть очень много факторов, которые будут действительно влиять. Поэтому опять вернусь к интернету. Масса всего интересного, но столкнувшись с реальностью, лучше подбирать вот на момент сейчас текущему клиенту, что подойдёт, и работать, конечно же, уже именно персонально с человеком, потому что это будет 100% результат. Ну, то есть всё индивидуально в этом плане, да, очень. И насколько я понимаю, опять же, если вернуться к нашему любимому интернету и найти то же самое, ну, например, интуитивное, то там же ведь мнения разделяются. То есть одни говорят, что вот мне помогло, я тут 10 килограмм за месяц всё скинула. Другой говорит, вообще ничего не понял, ничего не изменилось. И то есть здесь не потому, что это само питание, да, не какое-то неправильное, не такое, а именно потому, что просто, ну, кому-то подходит, а кому-то нет. Да, действительно, это так. Про средиземноморскую диету очень здорово сказали. Это первое, с чего мы, наверное, начинаем, да, то есть когда приходит человек, и он, в принципе, никогда не был диетолога, нутрициолога, никогда не занимался своим питанием, ел, как его учили в детстве, да, так и продолжает сейчас питаться. Первое, что мы разбираем, это как раз средиземноморскую диету, и параллельно с этим метод тарелки, да, который тоже... Да, конечно, да, очень важно. Делим на три части, когда... Да, да, делим на три части, половину тарелки заполняем овощами, зеленью, фруктами, одну четвёртую белком, одну четвёртую углеводы. И здесь средиземноморская диета, метод тарелки, они вот так перекрещиваются, идут всегда рука об руку, и очень хорошо друг друга дополняют просто. Это не отдельные какие-то методики, это не диета, это сбалансированное здоровое питание. Да, это образ жизни. Да, поэтому здесь сложно назвать это диетой, да, средиземноморская диета, метод тарелки, это не диета, это просто то питание, к которому должны стремиться все люди, и с него нужно всегда начинать, с комбинацией продуктов, да, то есть можно утром встать и поесть на завтрак просто кашу. А можно эту кашу скомбинировать с клетчаткой, с ягодами, фруктами, с орешками, с маслом там, и уже будет намного интереснее, сбалансирование и эффективнее, ну, по крайней мере, для снижения веса точно, и для отсутствия набора веса, согласны? Да, конечно. Сейчас существует масса вариантов, существует масса рецептов, которые и просты, и доступны, без использования сахара, но при этом, которые могут компенсировать человеку сладкие десерты, при этом по ощущениям можно комбинировать, да, за счет корицы, за счет ванили, за счет какао, либо там еще каких-то вариантов, когда человек будет себя чувствовать вполне комфортно, и будет как раз тот момент, который является снижением веса, он будет его достигать. Я правильно понимаю, что тогда здесь, наверное, самым первым правилом – это вот поменять свое отношение, потому что вот мы сейчас говорим все-таки не про диеты, а про, ну, это такой стиль, образ жизни, да, то есть полностью же все меняется, поэтому в первую очередь, наверное, свое какое-то вот это отношение нужно изменить к еде в целом, и вот хотелось бы узнать, как вот это сделать, как вот к этому прийти, разобраться с вот этими своими взаимоотношениями с едой, это так сложно. Да, отношение к еде – это, наверное, самое важное, о чем нужно думать всегда и поговорить, потому что вот эти качели, как я их называю, диета-срыв диета, они приводят очень часто к тому, что вес с каждым разом, с каждой диетой очередной уходит всё сложнее и сложнее, потому что метаболизм, он как-то замедляется, процессы в организме протекают более медленно, потому что вот ограничительная диета, я ничего не ем, всякие там, может быть, слышали, кефирная диета, гречневая, да, и так далее, и так далее, даже не хочу про них вспоминать, а после этого, ну, человек не может долго на таком питании пробыть, потому что это всегда дефициты, это всегда повышенное чувство голода, и после этой диеты, как правило, возникает срыв. Срыв, он может быть как одноневный, так и затяжной срыв, и, как правило, с этим срывом вес возвращается обратно. И вот тут уже как бы нехорошая история, потому что возникает расстройство пищевого поведения, и ограничительный, да, этот тип называется пищевого поведения, когда ничего не ем, потом срываюсь, ничего не ем, срываюсь. И вот здесь, конечно, хотелось бы каждого человека от этого предостеречь, что не нужно голодать, чтобы снижать вес. Моя самая любимая фраза, чтобы похудеть, нужно есть. Много хорошей, качественной еды, и каждый мой пациент на моем приеме слышал эту фразу. Некоторые удивляются, некоторые радуются. Ура, можно есть. Особенно при физических тренировках, кстати говоря, когда мы спорт внедряем, как же не есть, да, как бы нужна энергия. Вот хотела как раз, да, на эту тему, потому что когда приходит человек на тренировку, даже если мы берем новичка, он будет тратить калории, а калории все-таки это энергия, которую он должен где-то взять. Поэтому 300-400 килокалорий даже вот по средним каким-то расчетам, которые он потратит на тренировочном дне, естественно, он должен, скажем так, запланировать в свой рацион, и при этом должна быть еда качественная, она должна быть хорошего качества, и желательно для... Потому что у нас с вами не то, чтобы мы сходили куда-нибудь в KFC, либо еще какие-то интересные продукты в себя закинули, это должно быть хорошее, качественное, может быть, это какие-то витамины, какие-то добавки, которые дадут человеку энергию, дадут прилив сил, он будет хорошо, качественно работать, потренируется, будет бодрый, съешь, и у него как раз не будет тех самых срывов, про которые мы говорили. Вот если вот все-таки вот хочется, и красивой будет, и гадость всякую есть, что делать? Подобрать рецепты. Хочется, что вот хочется есть, ну, что нужно есть правильно, да, вот эти все богатые там всеми вот этими витаминами, да, опять же там клетчатку, углеводы, все это надо балансировать, все это, конечно, здорово, круто, но хочется же вот мороженое там себе купить, в KFC забежать после работы, ну вот как от этого из вас? Во-первых, здесь важно разобраться, почему хочется, да, то есть это какое-то эмоциональное заедание, это заедание стресса, да, или что это такое? Это своеобразная поддержка себя, да, такими продуктами. Ну и с другой стороны, это первое, да, с чем мы разбираемся, если нет такой прям эмоциональной составляющей, ну, а почему бы и нет, если иногда и немного, да, то есть 80-90% рациона вы выстраиваете сбалансированный, хороший, здоровый, да, где клетчатка, фрукты, овощи, витамины, ну, а те 10%, пожалуйста, сладкое, фастфуды, редко, понемногу, в неогромных количествах, если это KFC какие-то бургеры, ну, уберите одну верхнюю булочку, например, да, или съешьте половину, если дальше уже не хочется, скомбинируйте это с салатом, да, то есть какие-то такие здоровые методы, всегда можно найти альтернативу. В тех же самых фастфудах всегда есть салат. Я говорю, почему вы не возьмёте, не съешьте, ну, съешьте салат перед тем, как съесть что-то? А рука тянется дальше. Конечно. А рука тянется дальше. То же самое про сладкое, да, сладкое очень плохо есть на голодный желудок, то есть когда вот просто вот хочется есть, да, голод повышенный, и тяга к сладкому, она усиливается, человек съедает сладкое. Сразу повышается уровень инсулина, запасается лишняя глюкоза в жировых клетках. Если мы ту же самую конфету съедим после нашего любимого метода тарелки, ну, такого всплеска инсулина точно не произойдёт. Здесь это может быть немного безопаснее. То есть не зря десертик, Это всё-таки где-то в конце. Свои секретики тоже есть. Это всё обсуждается. Полностью убрать сладкое невозможно ни у одного человека. Даже люди с сахарным диабетом не могут это сделать, потому что это очень сложно. И в том числе везде же вообще, да, содержится где только можно. Всё зависит от количества этого сладкого и времени суток. Употребление этого сладкого. Хочется всегда вечером или ночью. Поэтому лучше использовать очень хороший, сытный завтрак. Для того, чтобы всю калорийность сместить не как обычно у людей бывает в ужин, а это хороший, качественный завтрак, хороший, качественный обед, и уже меньшая калорийность будет приходиться на вечер. Вот тогда те, кто приходят за снижением веса, они будут достигать тот или иной результат, но более качественно, потому что не будут испытывать голода, тренироваться можно будет вполне комфортно, ну и, соответственно, засыпать с неполным желудком. Смотрите, вот если мы всё-таки говорим вот об этих всех, ну, так называемых правилах, да, небольших ограничениях, то самостоятельно этим лучше, естественно, не заниматься. В любом случае нужно обратиться к фитнес-тренеру, нужно обратиться к диетологу, нутрициологу. И вот тут вопрос, наверное, такой, потому что, опять же, наш интернет, там же у нас очень много рекламы и советов, и вообще там все специалисты, куда ни глянь. И вот как же всё-таки выбрать своего действительно хорошего, грамотного специалиста, который будет, ну, понимать, что тебе нужно, зачем тебе это нужно, и как вот достичь каких-то результатов? Я бы хотела сказать, что прежде чем заниматься питанием самостоятельно, нужно хотя бы обследоваться, да, ну, и с физической нагрузкой в том числе. То есть, когда перед тем, как начинать снижать вес, сходить на тренировки, всегда нужно сдать какой-то минимум анализа для того, чтобы точно понимать, что нет дефицита железа, дефицита витамина D, всё хорошо там с печенью, с почками, с моими внутренними органами, нет сахара повышенного и так далее. То есть, это, наверное, первое, с чем можно обратиться к специалисту. Далее уже по результатам будет понятно, нужно ли какое-то медикаментозное лечение, или всё же можно обойтись просто здоровым питанием, диетой и добавить физическую активность. Ну, как найти своего специалиста, наверное, это такой вечный философский вопрос. Нужно всё-таки прислушиваться к себе, к своей интуиции, насколько комфортно общаться с данным специалистом, насколько вы сходитесь по ценностям, наверное, да, это тоже очень важно. И то же самое с тренером. Я думаю, что тренер — это очень тоже важный человек, который даёт мотивацию, помогает не сойти с пути, чтобы было интересно, весело, не скучно заниматься, найти физическую нагрузку. Помогаете вы в этом? Да, да, конечно, потому что некоторые клиенты тренируются уже порядка, ну, мне кажется, самый большой у меня где-то, ну, около девяти лет, кто постоянно тренируется. При этом люди поддерживают результат, они уже как бы в хорошей форме, но для того, чтобы он сохранялся, нужно постоянно тренироваться. Ну, то есть мы смотрим на этот некий вайп, на вот эту вот атмосферу, да, и взаимопонимание, ну и, наверное, всё-таки совсем мы не ходим, да, к лже-тренерам или нутрициологам, которые, не знаю, там себе на листочке распечатали сертификат из интернета и решили, что они специалисты. То есть в любом случае какой-то минимум, да, пакет документов, там, сертификатов каких-то же можно запросить, там, посмотреть, что… Ну, я думаю, сейчас на сайте, во-первых, ну, когда человек ищет себе какого-то специалиста, он может посмотреть информацию на сайте, почитать, какое образование, какие семинарские, либо какие-то там дополнительные обучения человек проходил, пообщаться с ним уже напрямую, и насколько действительно вот комфортно общаться и продолжить ли далее общение, ну и тогда всё складывается. Коллеги, а если вот всё-таки по какой-то причине не получилось найти хорошего специалиста или, в принципе, человек решил самостоятельно всем этим делом заниматься и вот довёл себя до РПП, вот хотелось бы понять вообще, что это такое, почему к этому, да, некоторые люди приходят и как же с этим правильно бороться, вот. Ну, чтобы расстройство пищевого поведения себе заработать, это не один год, нужно мучить себя диетами. Здесь, конечно, хочется сказать, что в команду обязательно нужен психотерапевт, психолог, диетолог, какие-то другие специалисты, например, невролог, да, то есть это такой уже комплексный подход. Если это прям истинное РПП, это диагноз ставится, то есть булимия, компульсивное переедание, анорексия, это тоже в сторону расстройств пищевого поведения, и здесь уже нужен точно психотерапевт, психиатр. Поэтому здесь человек сам, ну, я думаю, что точно не будет, ну, нельзя самому это как-то лечить, пытаться что-то найти в интернете, принимать какие-то таблетки, препараты, диеты и так далее, то здесь уже конкретная помощь специалиста нужна. И, конечно, диагностикой первичной мы тоже занимаемся. Есть различные тесты по дневнику питания, можно тоже многое понять по вообще поведению, да, пищевому поведению человека. Поэтому здесь, если не идти в долгое сопровождение, например, да, диетолога, то можно хотя бы прийти на пару приемов для того, чтобы разобраться, а что вообще со мной, да, что со мной не так, что в моих анализах, что в моем пищевом поведении не так, справлюсь ли я самостоятельно. И если человек понимает, что он самостоятельно справится, никаких таких страшных диагнозов нет, то, пожалуйста, можно справляться самостоятельно. Но в команде с диетологом, с дневником питания, это всегда будет немного быстрее, эффективнее, чем самостоятельный путь. Потому что диетолог – это такой своеобразный коуч, я бы сказала, да, который задаёт много открытых вопросов, помогает человеку самому исследовать себя, для того, чтобы он научился себя слышать в том числе. А вот вы как-то, может быть, сталкивались когда-то с такими клиентами? С РПП? Да. Один раз было обращение клиентки, она хотела купить абонемент для своей дочери в подарок. Я её направила к специалисту, потому что, в принципе, мы не можем брать, потому что это направление всё-таки к специалисту совершенно другого характера, как сказала Виктория. И на нашем этапе, если у человека есть и уже ранее были приёмы антидепрессантов, либо тех либо иных препаратов, которые были назначались ранее врачами, то, соответственно, нужно будет ещё раз вернуться, может быть, какой-то рецидив был, либо ещё что-то. То есть фитнес-клуб на этом этапе уже несколько не то место. Поэтому мы всё-таки это к врачам управляем. Есть же просто те, которые настолько там, ну, хотят похудеть, и я так понимаю, у них уже есть РПП, что они мало того, что мучают себя, я думаю, что это просто очень мягко беседовать с близкими, с самим человеком, для того, чтобы он это понял, что в его интересах это будет более безопасно, правильно. Ну, а лечение тут идёт именно медикаментозное уже, и плюс вот именно работа с профессионалом, да, то есть совсем запущенный случай, в любом же случае какие-то там, ну, таблетки, препараты, что-то ещё принимается для того, чтобы восстановить вот это всё, работу организма именно. Да, это преимущественно, нам нужен третий человек в команду сейчас, который ответит на ваш вопрос, поэтому здесь, конечно, мультидисциплинарный подход. То есть такой комплексный очень, да. Виктория, ещё вот такой вопрос, вы уже ранее говорили о том, что перед тем, как вот начинать заниматься питанием, там, в том числе идти в спортзал и прочее, нужно сдать вот минимум анализов. А у меня такой вопрос, как к эндокринологу к вам, какие-то анализы на гормоны нужно сдавать в том числе, или этого можно избежать? Да, перед тем, как заниматься питанием и физической активностью, гормоны сдать можно, особенно если есть какие-то дополнительные симптомы или жалобы. Например, это какая-то слабость, утомляемость, немотивированная сонливость, которой не было раньше, отёчность на лице. Сейчас все заметили у себя эти симптомы, да? Да. Очень они распространённые, и у многих они встречаются просто из-за элементарного недосыпания, усталости на работе и так далее. Но тем не менее, и при заболеваниях щитовидной железы эти симптомы тоже часто встречаются. Поэтому минимум это сдать гормоны на щитовидную железу, это гормон ТТГ, тиреотропный гормон, его для первичной диагностики вполне достаточно. Далее, если есть нарушение менструального цикла, можно сдать гормон пролактин и гормон кортизол. Но лучше направление на гормоны всё-таки получить непосредственно у эндокринолога, потому что там есть тоже свои особенности. Это я прям очень коротко сказала, что нужно сдать. Но сдать однозначно нужно и можно, чтобы точно знать, что я иду в зал тренироваться без гормональных нарушений. Я набираю вес, и у меня нет гормональных нарушений. Это мой образ жизни, моё питание, и я буду точно с этим работать, а не нужно мне лечить, например, щитовидную железу. А у вас бывало такое, что к вам приходят уже заниматься, а вы понимаете, что есть какие-то, ну так скажем, проблемы или нюансы, что дело не просто в питании, и что человек непонятно как ест, и из-за этого набирает вес, а что, возможно, что-то ещё за этим кроется, и вы направляете всё-таки к печатам исследоваться. Достаточно часто, очень часто, но порядка процентов 85 это признаки ЖДА, железодефицитной анемии. Это связано и с недостатком питания, это могут быть и генетические какие-то моменты, потому что этих клиентов видно. Они достаточно долго могут включаться в процесс, могут переспрашивать какие-то вопросы, они вялые, у них быстро появляется пульс во время тренировок, и, скажем так, им дольше восстанавливаться. То есть это то, что будет влиять на качество жизни, это вот то, что касается анализов, это действительно важный момент, который нужно корректировать. То, что касается кортизола, это все сейчас не высыпаются, и кортизол в какую сторону качнёт, скажем так, либо вверх, либо вниз, понимать можно только действительно в ряде анализов, либо там стероидный профиль сдавать, поэтому это действительно те важные моменты, которые будут влиять на качество жизни и на тренировки, потому что если человек по состоянию здоровья будет, ну, скажем так, в таком истощённом состоянии, и тренировки мы сможем предложить ему пока такой низкой, средней интенсивности. В общем, обследуемся, а потом всем остальным уже начинаем заниматься. Да? Да, совершенно верно. Коллеги, спасибо вам огромное за ваши ответы, очень интересный подкаст, очень много всего обсудили, приходите к нам ещё, мы вам будем очень рады. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Дорогие друзья, спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте свои вопросы в комментариях, мы обязательно на всё ответим. Всего доброго.